В горящие избы входить не приходилось, делится Татьяна. А вот остановить железнодорожный состав может легким взмахом руки. Татьяна Буровикова, потомственный железнодорожник, следит за безопасностью на ЖД-путях уже почти 30 лет. В области 32 железнодорожных переезда Татьяна контролирует тот, что в Запонском. Проверяет состояние всех проходящих поездов – колеса, шланги, вагоны. В случае, если глаз выхватит хоть в малейшую неисправность, дальше поезд не пойдет, пока не будет устранена проблема. Пока романтика. Тяжело, конечно, здесь. Здесь морально тяжело, с машинами буксуют, физически тяжело, конечно. Привычка уже, все, привыкла за 100 лет. За день здесь проходят 225 пар поездов и свыше 2000 автомобилей. Несколько раз в месяц железнодорожники совместно с сотрудниками ГИБДД проводят профилактические рейды, на которых проверяют состояние переезда и напоминают водителям о необходимости быть осторожными и соблюдать правила при пересечении железной дороги. Мы напоминаем водителям, что пересекать железнодорожный переезд можно только под открытый шлагбаум. Если сигнал светофора не горит красным, вот вам небольшое напоминание и сувенирчик для того, чтобы у вас пахло в машине. Не нарушайте, пожалуйста, правила дорожного движения. Спасибо. Всегда соблюдаем. Для своей же безопасности. Сейчас мы находимся на железнодорожном переезде, 1101 километра, платформа «Речная». Это один из самых насыщенных переездов. Результат такой работы из 2008 года на переездах с дежурным работником не было ни одного столкновения с подвижным составом. В прошлом году в Самаре отремонтировали пять участков на ЖД-путях, семь переездов заасфальтировали. Состояние переезда в Запанском проверили сотрудники ДПС. Чтобы выпирали на нужное расстояние, согласно ГОСТу, опять же, что ямы не было никаких на переезде. Все было, чтобы ровно. Составляем акт уличной дорожной сети, оставляем его в дежурной части, что на данном участке неисправно дорожное полотно, а в дальнейшем уже ДПС занимается с компанией. На переезде в Запанском нарушение не обнаружено, как и недобросовестных автолюбителей. В последние годы, говорят специалисты, водители стали ответственнее относиться к правилам дорожного движения. Возможно, это связано с системой штрафов. За первое нарушение нужно будет отдать тысячу рублей. А вот повторное грозит лишением прав.